Музыка Хизепли депутатсе, Ищешсе, Чувашин Ребурнаганзе, уважаемые депутаты, коллеги, жители Чуваши. Прошедший год был насыщен важными событиями. Одни из них уже оказали серьезное влияние на текущую социально-экономическую и политическую ситуацию. Другие обладают отложенным эффектом, поэтому еще предстоит ощутить и осмыслить их значения для развития Российской Федерации и Чувашской Республики. В феврале прошлого года в Сочи впервые в нашей стране состоялись Олимпийские зимние игры. Все жители Чувашии горячо болели за российских спортсменов. От всей души радовались их блестящим триумфальным победам. Мы восхищались мужеством наших паралимпийцев, которые доказали, что сильный дух им человек может сделать невозможное возможным. Особенно приятно, что впервые за много лет в составе Олимпийской сборной России по зимним видам спорта выступила представительница нашей Республики. Это несомненный успех, и я уверен, что уже в недалеком будущем спортсменам Чувашии обязательно покорятся педесталы Белых Олимпиад. В 2014 году состоялось историческое событие. В состав Российской Федерации вошли два новых субъекта – Республика Крым и город Севастополь. Чувашия горячо поддержала желание Крыма и Севастополя, где проживает более 2,5 тысячи наших земляков, влиться в дружную семью народов России. Уже подписаны соглашения о сотрудничестве, которые лягут в основу дальнейшего расширения экономических, научных, социальных и культурных связей между нашими регионами. С 9 по 11 октября 2014 года в Чувашии прошел 5-й международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Мы серьезно подготовились и на высоком уровне провели это важнейшее мероприятие. Своим оптимизмом, добротой, приветливыми улыбками жители Республики создали удивительную атмосферу, которая, по словам зарубежных партнеров, бывает у них только во время празднования Рождества. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и все гости под достоинство оценили организацию форума «Доброжелательность и радушие народа Чувашии». Они убедились в том, что жители Республики вовлечены в спорт, горячо любят свою родину и свою землю. Но были в прошлом году не только приятные события. Спустя всего несколько дней после окончания спортивного форума природа испытала нас на прочность. Обрушившись на наши города и села ледяной дождь, валил бетонные опоры линий электробейродачи, обрывал провода и ломал деревья. Обесточенными оказались целые районы. Треть населенных пунктов сельской местности осталась без света. В это сложное время никто не поддался панике. Плечом к плечу жители Чувашии вместе с энергетиками из соседних регионов, которые откликнулись на наш призыв о помощи, восстанавливали электроснабжение, наводили порядок на улицах и во дворах. Благодаря их самоотверженному труду кратчайшие сроки были ликвидированы последствия природной аномалии. В эти дни мы доказали, что являемся единым народом, который может сплотиться ради благополучия своей любимой республики. И нам по плечу преодоление любых трудностей достижения самых высоких целей. Хочу еще раз выразить глубочайшую признательность всем, кто трудился на ветру и морозе, под дождем и снегом, не щадил своего здоровья, чтобы в школах, больницах, домах жителей нашей республики вновь стало светло и тепло. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо. В подготовке этого послания по традиции принимали участие политические партии, общественные организации, жители Чувашии. Это мое пятое обращение к Государственному Совету и народу Чувашской республики, поэтому я хотел бы вначале подвести некоторые итоги проделанной работы. Вспомним 2010 год, когда я вступил в должность президента Чувашии. На территории республики бушевали лесные пожары, сельское хозяйство внесло огромные потери от продолжительной засухи. Безработица достигла 9,5%. Долги по зарплате превысили 120 миллионов рублей. На Холпчатом бумажном комбинате, Чебоксарской триктажной фабрике, на Чебоксарском домостроительном комбинате было введено конкурсное производство. Тысячи и тысячи жителей республики остались без работы. Из-за преступной деятельности недобросовестных инвесторов несколько сотен дольщиков не получили обещанных квартир. Размер не выполненных перед ними обязательств достиг 2 миллиардов рублей. Был заморожен самый крупный проект комплексной застройки «Новый город». Не прекращалось, естественно, убыль населения, которое за 5 лет, с 2005 по 2010 год, составило почти 21 тысячи человек. Нужно было принимать срочные меры, что требовало от правительства Чувашии органов местного самоправления, всех жителей республики быстрых, четких, слаженных действий, полной самоотдачи, терпения и упорства. Сегодня мы можем с удовлетворением констатировать, что подавляющее большинство вышеперечисленных проблем разрешено. Существенно укрепилась экономика. За 4 года ни на одном крупном предприятии не вводилась процедура банкротства. Напротив, мы построили и ввели в эксплуатацию десятки новых высокотехнологичных производств. Создали тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. Особо отмечу, что за короткий срок сельской местности практически в чистом поле были построены мощные современные заводы с высоким уровнем культуры производства. Успешная реализация этих проектов говорит о большом инвестиционном потенциале Чувашии. Вселяет жителей республики уверенность в завтрашнем дне. Значительно эффективнее, чем раньше, используется государственная собственность. Поступление средств за использование недер в республике увеличилось в десятки раз. Регистрируемая безработица сократилась почти 2,5 раза. Объемы строительства многоквартирных домов увеличились на 55%. Усилилась социальная поддержка нуждающихся, в первую очередь многодетных семей и ветеранов. Существенно повысилась заработная плата работников бюджетной сферы. И как результат, почти на 14% сократилось число жителей республики, находящихся за чертой бедности. Три года подряд в Чувашии регистрируется естественный прирост населения. Четко выполняются программы строительства современных детских садов, капитального ремонта многоквартирных домов, дворов и проездов к ним, оборудования спортивных площадок. Чувашия вошла в восьмерку лучших регионов России по развитию в сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности. За два последних года в селах и деревнях республики построено 60 современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов и в августе текущего года проект «100 ФАПов нашим селянам» будет завершен. Наши крестьяне, наши земледельцы-кормильцы, ветераны, всю жизнь проработавшие колхозах и совхозах, теперь будут получать качественные медицинские услуги в достойных комфортных условиях. За все, что сделано в последние годы, я благодарю вас, уважаемые депутаты, благодарю всех жителей Чувашии, которые добросовестно и самоотверженно трудятся на своих рабочих местах на благо родной республики. Честь и слава людям труда! Мы не даем пустухи обещаний, а то, что обещаем, выполняем. Я знаю, что не всем нравится новый курс, особенно жестокое сопротивление встречает последовательная работа с коррупцией, которую мы ведем на протяжении последних лет. Видимо, кому-то очень хочется вернуть прошлое, когда миллиарды бюджетных рублей, богатство лесов, недр земли Чувашской, делились узким кругом приближенных, раздавались одним рощерком пера без конкурсов и аукционов. Имеются отдельные попытки раскачать общественно-политическую ситуацию, разрушить достигнутую стабильность. Щедро распространяется ложь о происходящем в нашей республике. Огульно очерняется все, чего мы добились за последние годы. 2015 год – год выборов, и попытки повернуть Чувашию спять наверняка усилятся. Но я уверен, они обречены на провал. Прогресс не остановить. Да, в нашей работе есть недостатки, да, не все, что задумывается, удается полностью воплотить в жизнь. Но мы чувствуем поддержку и доверие абсолютного большинства жителей республики. Мы на верном пути и с него не свернем. В ближайшее время предстоит решить важные задачи в экономике, социальной и культурной сферах. Сделать это очень непросто в условиях обострившейся международной политической обстановки, осложнившей ситуацию на внешнем и внутренних рынках. Как и для всей страны, 2004 год был для нашей республики непростым. Торговые и экономические санкции, введенные зарубежными странами против российских компаний, не лучшим образом отразились на предприятиях Чувашии. В то же время санкционные меры нельзя оценивать однозначно негативно. С одной стороны, они действительно замедлили темпы роста в отдельных секторах экономики. С другой, эти же санкции дали нашим производителям и новые возможности для развития, дополнительные стимулы для воплощения инновационных идей в реальные проекты. На заседании Государственного Совета Российской Федерации в сентябре 2014 года президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что наша главная цель – использовать одно из важных конкурентных преимуществ России – емкий внутренний рынок, заполнить его качественными товарами, которые производят реальные секторы отечественной экономики. В связи с этим ставлю задачу перед Кабинетом министра Чувашской Республики в целях выявления и минимизации возможных рисков в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012 и 2020 годы» разработать под программу развитие импортозамещения в отдельных отраслях экономики Чувашской Республики. Выполнение данной под программу должно способствовать увеличению объемов импортозамещающей и конкурентоспособной продукции в Республике. К слову, многие наши предприятия уже приступили к поэтапной замене импортного сырья и комплектующих на российские аналоги, серийному выпуску новых изделий. Индекс промышленного производства последние четыре года демонстрирует положительную динамику и превышает общероссийские показатели. Докладываю, по итогам 2014 года он составил 104,5%. По итогам прошлого года производительность труда в обрабатывающих производствах в среднем по Республике выросла более чем на 7%. Целый ряд предприятий обеспечил высокую производительность труда, комфортные условия работы и достойный уровень заработной платы. Всего на сегодняшний день на предприятиях Республики насчитывается более 160 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, что в 1,6 раза превышает уровень 2011 года. В моем послании «Молодежь, надо верить!» было отмечено, что наш главный ресурс – это человек, его интеллект, его знания, направленные на развитие и технологический прорыв. Все эти годы целенаправленно осуществлялись инвестиции в развитие человеческого потенциала, которые с лихвой себя оправдали. В прошлом году удельный вес инновационной продукции, отгруженной предприятиями Республики, увеличился более чем в два раза к уровню 2011 года с 6 до 13,6%. И эта продукция успешно заменяет импортную продукцию в стратегических отраслях экономики России. Таким образом, формируется современная экономическая модель развития современной Чувашии. Дальнейшее стимулирование увеличения объема промышленного производства, внедрение периодовых технологий и оборудования, создание высокопроизводительных рабочих мест останутся приоритетными задачами нашей экономической политики на ближайшие годы. Их решение во многом зависит от инвестиций в реальный сектор экономики. В прошлом году Республика стала одним из немногих регионов Приволжско-федерального округа, который не только не уменьшил расходы на реальный сектор, но и увеличил их почти на 24,5% до 9,3 миллиарда рублей. Мы стараемся эффективно поддерживать производителей путем предоставления налоговых льгот, общая сумма которых только в прошлом году составила 672,5 миллиона рублей. Из бюджета Республики были поддержаны инвестиционные проекты таких предприятий, как промтрактор «Промлит», завод «Чувашкабель», «Аконт», «Элита», «Чебоксарская электротехника» и «Автоматика», «Хевель» и другие. За последние годы реализовано около 100 знаковых для Республики инвестиционных проектов, в том числе с участием иностранного капитала, что позволило привлечь в экономику Чувашии более 130 миллиардов рублей инвестиций. Создать около 12 тысяч рабочих мест. К примеру, уникальное производство малошумящих усилителей повышенной надежности созданных компанией «Венеир Прогресс». Завод имени Чапаева разработал новый высокотехнологичный комплекс по производству крупногабаритных изделий. Акционерное общество ЧААС ведет освоение производства высокочастотных регулируемых приводов, а также автоматических выключателей для низковольтных распределительных щитов. Новые продукции для нужд авиационной и железнодорожной отраслей производятся открытым акционерным обществом «Элара». Общество «Техмашхолдинг» создает серийное производство станков для производства молниезащитной металлической сетки. В октябре прошлого года в Новочебуксарске состоялось открытие первого в России завода высококачественной отделочной клинкерной керамической плитки «Экоклинкер». В текущем году будет введено в строй предприятий по выпуску высококачественной клинкерной брусчатки и клинкерного облицовочного кирпича производительности 36 миллионов штук условного кирпича в год, а к концу года предполагается завершение строительства завода по производству изделий сборно-монолитного каркаса. Реализация указанных инвестиционных проектов позволит увеличить поступление в бюджет и создать более 500 новых высокоплачиваемых рабочих мест. В июне прошлого года запущено первую очередь комплекса производственного назначения с НПП «Экро». Сегодня здесь работают 200 человек, а после пуска второй и третьей очередей, которые планируются в текущем и последующих годах, число высокопроизводительных рабочих мест увеличится до 600. Объемы производства вырастут на 60%. Новое производство аппаратуры релейной защиты и противоаварийной автоматики было запущено в прошлом году в НПП «Брестлер». Продолжается строительство индустриального парка в городе Чебоксары, где уже готовятся площадки для поэтапного размещения 10 предприятий или резидентов. Будет создано более 720 новых рабочих мест. Инвестировано более 1 миллиарда рублей. В текущем году будет реализован еще один важный проект создания в городе Чебоксары единого сервисного центра банка ВТБ-24 на полторы тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, который будет обслуживать клиентов банка не только в России, но и по всему миру. Чтобы создать благоприятные условия для реализации проектов иностранными предпринимателями, принят закон о привлечении иностранных инвестиций в экономику Чуварской Республики. Уже можно говорить о первых результатах его действия. В текущем году в Республике планируется создание новых предприятий с участием зарубежных партнеров. Совместно с японской компанией Fujikura Automotive на территории завода Чебоксарский электроаппаратный завод будет налажено изготовление жгутов для автомобильной промышленности. Кроме того, появится единственный в России завод по изготовлению турбокомпрессоров производственной коммерческой фирмы Turbocom Invest, который обеспечит замещение продукции известных зарубежных производителей. Реализация указанных проектов уже на первом этапе позволит создать около 1 200 высокопроизводительных рабочих мест, а при выходе на проектную мощность до 3 000 рабочих мест. Одновременно с созданием новых производств следует обратить внимание на решение проблемы кадрового дефицита. Отрадно, что по сравнению с 2010 годом заметно возрос интерес молодежи в получении рабочих профессий и технических специальностей. Конкурс на бюджетные места по техническим специальностям в учебных заведениях среднего профессионального образования увеличился почти полтора раза. Все выпускники трудоустраиваются. В апреле прошлого года открыт Центр молодежного и инновационного творчества, представляющий собой площадку, где молодежь может реализовывать свои идеи, обучаться и обмениваться опытом в технических областях. Будущие инженеры и конструкторы начинают осваивать специальности уже со школьной скамьи. Большой интерес к работе Центра проявили не только сами дети, но и их родители, что говорит о необходимости дальнейшего развития технического направления в образовании. Ставлю задачу перед Кабинетом Министра Чувашской Республики открыть в 2015 году семь таких молодежных центров. Инвестиции в человека всегда будут оставаться главным приоритетом нашей государственной инвестиционной политики. Мы должны готовить молодых людей к самореализации, чтобы они могли сделать успешную карьеру и создать крепкую семью. Потому что крепкая и дружная семья – это опора народа и государства. Уважаемые депутаты, на сегодняшний день в Республике сформирован инвестиционный портфель на общую сумму свыше 290 миллиардов рублей. Это говорит о том, что Республика является привлекательной инвестиционной площадкой. Влазь и бизнес научились не только слушать, но и слышать друг друга. Это очень важно. Развитие экономики, движение вперед возможно только при наличии доверия, уважении и ответственности за выполнение взятых обязательств. Необходимо также понимать, что инвесторы приходят в первую очередь в конкретный муниципалитет, где около половины разрешительных процедур – это функции органов местного самоуправления. Когда инвестор на муниципальном уровне столкнется с проблемами при получении земельных участков, согласовании, строительстве, подключении к инженерной инфраструктуре, он уйдет на другую территорию муниципального образования или в другой регион. И никакие инвестиционные преференции его не удержат. Поэтому каждому муниципальному образованию необходимо разработать собственную дорожную карту по улучшению делового климата и поддержке предпринимательской активности, сокращению сроков согласительных процедур, используя ключевые элементы лучших управленческих практик. В моем послании в 2019 году была поставлена задача увеличения доли продукции, произведенной малыми и средними предприятиями до 15%. Некоторые политики называли эту цифру чересчур амбициозной и недослижимой. Сегодня, выражаясь спортивным языком, эта планка преодолена запасом, и данный показатель составляет 17,6%. За последние годы на предоставление грантов и субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства направлено более 1,4 миллиарда рублей. Никогда в своей истории малый бизнес в Чувашии не получал таких объемов государственной поддержки. Это огромные средства. К сожалению, не все предприниматели эффективно использовали бюджетные субсидии. Кто-то не рассчитал свои силы и не смог реализовать заявленный проект. Таким людям пришлось вернуть бюджетные средства обратно. Однако подавляющее большинство представителей нашего малого бизнеса обратили государственную помощь во благо себе и экономике республики. В текущем году условиями оказания господдержки малому и среднему предпринимательству станут внедрение инновационных технологий, модернизация и техническое перевооружение производства, увеличение доли инновационной продукции, рост объема производства и производительности труда, создание высокопроизводительных рабочих мест. Уважаемые коллеги, Республика наработала неплохой опыт реализации проектов государственного частного партнерства. В прошлом году завершено строительство первой карты складирования полигонов по переработке и захоронению твердых бытовых отходов для городов Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района. Заключено конституционное соглашение с Обществом управления отходами и уже в третьем квартале текущего года начнется прием бытовых отходов. Срок эксплуатации полигона составит не менее 40 лет. Ставлю задачу рассмотреть возможность переработки на этом полигоне твердых бытовых отходов из города Канаша и Канарского района, где также много лет существует проблема захоронения мусора. Считаю, что практику реализации проектов в рамках государственного частного партнерства следует активно внедрять в жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспортный комплекс, культуру и другие сферы экономики и социальной жизни. Особое место в инвестиционной политике Республики занимает развитие монопрофильных муниципальных образований. Благодаря эффективной работе правительства Чувашии были привлечены федеральные средства для развития городов Новочебоксарска и АллатРа. Государственная поддержка простимулировала предпринимательскую активность в этих муниципалитетах, позволила осуществить ряд инфраструктурных проектов, снизить напряженность на рынке труда. Чувашия эффективно взаимодействует с рабочей группой по модернизации моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. В текущем году предлагается привлечение федеральных средств и для развития моногорода Канаша. Поручаю Кабинету министров Республики совместно с соответствующими органами местного самоуправления городских округов обеспечить представление дополнительных заявок и других наших городов на получение поддержки за счет средств фонда развития моногородов. В своем послании к Государственному совету «Все для человека, его имя, человеке» я ставил задачу по совершенствованию программно-телевого метода планирования бюджетных расходов и переходу на программный бюджет. Что сделано в этом направлении? За последние годы была создана база для формирования республиканского бюджета на программной основе. По итогам рейтинга, проведенному Минфином России в 2013 году, Чувашии по доле программных расходов заняло третье место в Российской Федерации. Бюджет республики на 2014 год и на плановый период последующих годов был полностью сформирован на основе государственных программ. Доля программных расходов в нем оценивается на уровне 99%. В настоящее время в республике реализуется 15 государственных программ, включающих в себя 96 подпрограмм. Кроме того, приняты и действуют 337 муниципальных программ. Высокая эффективность и прозрачность использования общественных финансов позволили привлечь бюджетные кредиты по ставке 0,1 годовых, что значительно снизило расходы республиканского бюджета на обслуживание займов. Есть поговорка, сэкономленный рубль – это заработанный рубль. Так вот, благодаря своевременно принятым мерам, в прошлом году мы сэкономили на обслуживание государственного долга республики 391 миллионов рублей. Эта сумма сопоставима со стоимостью строительства двух школ или трех детских современных садов. Уважаемые коллеги, вы знаете, что в прошлом году введено эмбарго на поставку продуктов из стран, присоединившихся к санкциям против России. Перед земледельцами и аграрным сектором республики открылись дополнительные возможности. Сегодня продукция растеневодцев и животноводцев востребована на потребительском рынке. На нее установились сцены, о которых раньше наши крестьяне только мечтали. Когда же наступят такие времена? Позитивные тенденции должны сохраниться и в ближайшей перспективе на потребительском рынке. Радует, что крупные сельхозтоваропроизводители республики используют момент и реализуют миллиардные инвестиционные проекты, которые позволяют увеличить объемы производства сельхозяйственной продукции и продуктов переработки, востребованных нашими потребителями на потребительском рынке. В прошлом году в республике построено и реконструировано 10 картофелей и овощих хранилищ. Мощность едновременного хранения более 25 тысяч тонн. Данная работа должна быть продолжена с учетом сложившейся благоприятной ситуации, а также задач по развитию логистических центров хранения и переработке сельхозпродукции, поставленных правительством России. На ряду с крупными аграрными предприятиями на селе развиваются и малые формы хозяйствования. Я просто напомню, общий объем привлеченных ими с 2006 года льготных кредитов достиг 24 миллиарда 600 миллионов рублей. Благодаря государственной поддержке малые формы хозяйствования смогли механизировать и повысить культуру производства, обеспечить рост производительности труда и эффективность использования имеющихся ресурсов, увеличить свои располагаемые денежные доходы. Кроме того, в текущем году планируется оказание грантовой поддержки сельхозяйственным кооперативам для создания, расширения и модернизации материально-технической базы. Ряд проектов реализован в молочном животноводстве. Производство молока является прибыльной отраслью, позволяющей получать круглогодичный доход. Но для того, чтобы она четко функционировала, необходимо быстрые и долгосрочные взаимовыгодные отношения между участниками рынка, производителем молока, сборщиками и перерабатывающими организациями. Уже долгое время почти половина производимого в республике молока вывозится за ее пределами. В результате этого перерабатывающее предприятие Чувашии периодически испытывает недостаток в качественном сыре. А низкие закупочные цены, складывающиеся на рынке, не стимулируют производителей молочной продукции. Последние годы органами и властями проделана существенная работа по развитию конкуренции между участниками рынка данной отрасли. Но этого недостаточно. Ежегодно представители малоформхозяйствования, занимающиеся производством молока, справедливо выражают недовольство низкими закупочными ценами в весенне-летний период. Поэтому перед Минсельхозом, Минэкономразвитией, Госсветслужбой Чувашии и администрациями районов и городов ставлю задачу обеспечить государственный надлежащий контроль за качеством и объемом сырого молока и ценами, складывающимися у производителей. Также поручаю до 1 июля текущего года создать эффективную систему расчетов с личными подсобными хозяйствами, производящими молоко, при которой будет учитываться качество сдаваемого продукта – это белок и жирность. Аналогичная система уже существует при расчетах за произведенное молоко с крупными хозяйствами и субъектами. Считаю, что справедливость в этом вопросе должна быть восстановлена и для разных форм хозяйствования должны быть созданы одинаково благоприятные условия. Большое внимание уделяет социальному развитию села. Сохранены все действовавшие ранее меры господдержки. Более того, предусмотрена социальная выплата в размере 70% расчетной стоимости строительства или приобретения жилья не только для молодых семей и молодых специалистов, но и для граждан, проживающих и работающих в сельской местности. Напомню, что начиная с 2003 года, используя государственную помощь, в рамках государственных и республиканских программ улучшили жилищные условия более 7700 сельских семей. Важным направлением деятельности, на котором сконцентрированы усилия правительства республики, а также органов местного самоправления, является повышение эффективности использования земель. Однако до сих пор остаются необработанными более 40 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. В прошлом году перед муниципалитетами была поставлена задача за три года завершить работу по регистрации муниципальной собственности невостребованных земельных долей для обеспечения их рационального использования и пополнения доходной части бюджета. В ходе первого этапа народной инвентаризации земельных участков выявлено более 1700 пустующих или неэффективно используемых участков, которые следует должным образом оформить и пустить в оборот. Наличие свободных сформированных земельных участков имеет большое значение для увеличения темпов и объема жилищного строительства. По итогам прошлого года Чуваший ввод жилья на одного человека составил 0,7 квадратного метра. Это один из лучших показателей в Привозском федеральном округе. В сфере строительства жилья нами проделана большая работа. Формируется единая база данных о введенных объектах, что позволяет исключить повторный учет и искажение сведений о построенном и введенном жиле. В Чебоксарах началась комплексная застройка территорий микрорайонов Новый город, Солнечный, Волжской 3, Радужный и других, где планируется ввести в эксплуатацию миллионы квадратных метров жилья. Значительно усилена поддержка отдельных социально незащищенных категорий граждан. За последние годы только за счет собственных средств республика в 6,3 раза увеличила финансирование расходов на улучшение жилищных условий детей и сирот. Почти два раза на субсидирование приобретения жилья молодыми семьями, в 1,4 раза многодетными семьями. В целом общий объем средств, направляемых на улучшение жилищных условий этих категорий граждан, увеличился в полтора раза. Развивается ипотечное жилищное кредитование. С 2010 года количество получателей ипотечных кредитов и займов в республике увеличилось в 2,4 раза, а площадь жилья, приобретенного с помощью ипотечных кредитов, более чем в 2,5 раза. Активно ведется работа по переселению граждан из лишнего фонда, признанного аварийным до 1 января 2019 года. Программа реализуется в нескольких этапах. Всего к 2017 году необходимо переселить почти 5 тысяч семей, проживающих в 860 аварийных домах. В прошлом году республика вошла в число участников программы «Жилье для российской семьи», в рамках которой планируется построить 210 тысяч квадратных метров жилья экономического класса. Приобрести такое жилье по доступным ценам и улучшить свои жилищные условия смогут около 5 тысяч семей со средним достатком. Ставлю задачу, чтобы к концу 2015 года не менее 48% общего объема вводимого жилья в республике составляло жилье эконом-класса. Уважаемые депутаты, все эти годы мы проводили последовательную политику сдерживания роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. На сегодня чуваши одни из самых низких тарифов в Привозском федеральном округе на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроэнергию и отопление. По принятым тарифным решениям плата граждан за коммунальные услуги в среднем почувашке республики с 1 июля прошлого года увеличилась на 3,9%. Максимальное увеличение составило 4,9%. При годовой инфляции по республике 10,9%, по России 1,4%. Это упрямые вещи, это упрямые факты, какие бы следственные слухи не распространяли. Кроме того, почти 19 тысяч семей в Чувашии в прошлом году воспользовались субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На эти цели было направлено 218 миллионов рублей, и в этом году данные средства заложены в нашем бюджете. Благодаря совместным усилиям органов власти и жителей многоквартирных домов значительно уменьшилось количество недобросовестных управляющих компаний, не обеспечивающих прозрачность своей деятельности. Тем не менее, проблема долгов перед поставщиками энергоресурсов и вывода активов за пределы республики все еще остается актуальной темой. Поэтому ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства нужно постоянно держать на контроле, регулировать, что называется, в ручном режиме и при необходимости принимать действенные меры совместно с правоохранительными органами и органами прокуратуры. Эффективным инструментом отсеивания недобросовестных управляющих компаний призвана стать система лицензирования их деятельности, которая в полной мере заработает с 1 мая текущего года. Многие годы из республиканской бюджета не выделяли средства на ремонт дворов многоквартирных домов. Об этом вы все знаете. Со временем дороги во многих дворах пришли в негодность. О каком комфорте проживания можно вести речь, если бабушка не может с внуком погулять? Потому что тротуары разбиты. Что мы сделали? За последние годы начали реализацию программы капитального ремонта дворовых территорий и проездов к ним в городах республики. Это было своевременное решение, горячо поддержанное самими горожанами. Только в Чебоксарах к началу 2015 года благоустроено 510 дворовых территорий и 221 проезд к ним. Это 62% от потребности. Реализация программы будет продолжена и в дальнейшем все взятые на себя обязательства правительство выполнит. К сожалению, во втором, по величине городе Чувашье и Новочебоксарске эта работа до последнего времени проводилась неэффективно. Поэтому новому руководству города предлагаю в этом направлении действовать активнее, а правительству республики рассмотреть возможность выделения Новочебоксарску дополнительных средств на ремонт дворовых территорий, несмотря на наши сложности. В прошлом году в целом было завершено устройство наружного освещения и стало светло населенных пунктов, по которым проходят федеральные трассы. Это значительно повысило безопасность водителей и пешеходов. В то же время ко мне неоднократно обращались граждане с жалобами на плохое состояние уличных дорог сельских населенных пунктов. Я понимаю их озабоченность и признаю справедливость предъявляемых требований. Социально-экономический эффект от реализации программы строительства дорог с твердым покрытием ко всем населенным пунктам республики оказался несуразмерным бюджетным затратам. Огромные средства, вложенные в эту программу, вопреки радужным прогнозам, не стали катализатором развития производства в сельской глубинке. Следовательно, поселенские бюджеты не получили обещанных обильных налоговых поступлений. Сегодня у поселений элементарно нет денег ни на содержание дорог, ни на их строительство. Поэтому мы оказывали им соответствующую помощь и в дальнейшем будем оказывать. Учитывая сложившуюся ситуацию и пожелания жителей сельских районов, я дал поручение разработать региональные стандарты расчета уличнодорожной сети населенных пунктов республики. В соответствии с этими стандартами, начиная с этого года, начнется строительство автомобильных дорог с переходным типом покрытий в сельских населенных пунктах. И эти меры требуют больших затрат, но необходимость в них назрела давно. И продолжать откладывать их на потом больше нам нельзя. Наши сельчане заслужили, заработали право жить в достойных условиях. И мы эти условия обязаны обеспечить. Уважаемые коллеги, основной составляющей эффективности бюджетных расходов является эффективность осуществления государственных и муниципальных закупок. И этот процесс должен обеспечить развитие конкуренции, быть открытым, честным, защищенным от коррупции. Необходимо исключить возможность необоснованного завышения цен организаторами, сговора участников торгов, заключения контрактов заведомо некомпетентными исполнителями. Мы добиваемся, чтобы процессы торгов, первоначальная цена исполнения государственного или муниципального заказа снижалась, а на сэкономленные деньги жителям Чувашии оказывались дополнительные услуги. В прошлом году бюджетная эффективность размещения заказов сложилась на уровне 9,3%. Доля конкурентных процедур закупок для обеспечения муниципальных нужд составила 89%, и по сравнению с 2013 годом выросла на 15,5%. Это хороший результат. Наибольшая доля конкурентных процедур закупок отмечено в Аликовском районе, городах Чебоксары и Шумерле наименьшие показатели зафиксированы в Урмарском и Баттерском районах. В то же время следует отметить, что далеко не всегда государственные и муниципальные заказчики жестко контролируют выполнение подрядчиками условий контрактов, и эти случаи негативно отражаются на жителях республики. Поэтому обеспечение максимальной эффективности закупок и качественного, своевременного исполнения заключенных контрактов остается первоочередной задачей для всех должностных лиц органов власти. Отстающим муниципалитетам следует перенимать опыт передовиков, использовать лучшие управленческие практики. Еще раз напоминаю, что бюджетная эффективность торгов обеспечит дополнительные средства для нужд-жителей ваших муниципальных образований. Не упускайте возможности их получить. В последние годы в республике создано 27 многофункциональных центров, по-другому говоря, МФЦ. Их предназначение – освободить граждан, обратившихся за получением государственной или муниципальной услуги, отхождение по инстанциям за различными справками. Только в прошлом году МФЦ обратилось за получением 150 видов государственных и муниципальных услуг не менее 290 тысяч человек. Сельские жители также получили почти 7 тысяч консультаций и 1 400 государственных и муниципальных услуг в окнах, созданных на базе 232 модельных библиотек. На начало текущего года мы обеспечили доступ 68% жителей республики к получению услуг по принципу одного окна. К концу текущего года услуги МФЦ смогут получать 90% жителей. Хочу отметить муниципалитеты, активно внедряющие предоставление услуг по принципу одного окна, города Чебоксары и Канаж, а также Канажский, Красночитайский, Яльцкий районы, Аликовскому, Баринско-Пасадскому, Урмарскому, Шумерлинскому и Янтиковскому районам необходимо в текущем году потянуться. Во всех МФЦ, а также в центрах занятости населения жители республики могут зарегистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг. В прошлом году через единую систему электронной очереди организована запись детей в детские сады. Республика стала одним из первых регионов страны, где удалось обеспечить оказание данной услуги в срок, обозначенный президентом России. Причем мы подключили ее самостоятельно, не участвуя в федеральном пилотном проекте. Очевидно, что развитие электронных услуг невозможно без качественного доступа в интернет во всех населенных пунктах республики. На сегодняшний день широкополосный проводной доступ к всемирной сети обеспечен 42% населенных пунктов Чувашии, где проживает 77% населения. Проектом устранения цифрового неравенства срок до 2018 года предусмотрено подключить к оптической волоконной сети еще 327 населенных пунктов республики с численностью жителей от 250 до 500 человек. Данный проект не затрагивает населенные пункты с численностью жителей более 500 человек. В связи с этим поручаю Кабинету министров республики в 2015 году утвердить дорожную карту развития инфраструктуры, широкополосного доступа к сети интернет в таких населенных пунктах с завершением реализации проекта в 2018 году. Финансирование работ необходимо обеспечить в рамках развития государственно-частного партнерства. Использование сети интернет значительно расширяет возможности человека, в том числе и в поиске работы. За последние годы в республике уровень общей безработицы, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, снизился почти полтора раза и составляет 5%. В прошлом году трудоустроено 87,4% граждан от общего количества, обратившихся за содействием по иске работы. По уровню трудоустройства и инвалидов Чувашии занимает шестое место в Российской Федерации. Это значимо. Налажено течное эффективное взаимодействие между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, руководителями крупных предприятий и организаций, представителями малого и среднего бизнеса, образовательными учреждениями. Более 40 тысяч человек ежегодно трудоустраивается по заявкам, поступающим в службу занятости населения, от организаций или от работодателей. Положительные тенденции в сфере занятости населения Чувашии, развитие промышленности и сельского хозяйства, увеличение темпов строительства сохранятся и в ближайшие годы. Это с большой долей уверенности позволяет прогнозировать сохранение в Республике стабильной общественно-политической ситуации. Еще одним фактором, укрепляющим согласие в обществе, является высокий уровень социальной защищенности граждан. В прошлом году на социальную поддержку через прямые выплаты населению из консолидированного бюджета Чувашской Республики и государственных небюджетных фондов выделено более чем 13 миллиардов рублей. А с учетом поддержки в виде имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц сумма средств, выделенных населению, превысила 22 миллиарда рублей. То есть, семеро из десяти жителей Чувашии в прошлом году в той или иной форме получили государственные поддержки. Спасибо. В этом году в целях повышения уровня социальной защиты людей преклонного возраста на два с половиной года снижен трудовой стаж для присвоения звания ветеран труда Чувашской Республики. До 37 лет и 6 месяцев у женщин и 42 с половиной лет у мужчин. Этого решения, конечно, наши ветераны долго ждали, но правительство Чувашии совместно с Государственным Советом, несмотря на эти сложности, которые возникают в финансовой сфере, приняли такое решение. Потому что эти ветераны, наши дорогие ветераны, поднимали народное хозяйство с руин после войны во времена Советского Союза. Поэтому мы, молодое поколение, должны все сделать для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Данная мера присвоения звания ветеран труда позволит получить заслуженное звание, а вместе с ним и положенные социальные льготы дополнительно 10 тысяч жителей Чувашии. Некоторые критики утверждают, что правительство Республики направляет слишком много средств на поддержку населения. Они называют нашу ответственную социальную политику политику проеданием бюджета. Пусть говорят, у меня другое мнение, и у нас с вами другое мнение. Мы должны гордиться нашим народом, добрым, открытым, честным, трудолюбивым. И я ответственно заверяю жителей Республики, что правительство будет и впредь помогать всем, кто нуждается в государственной поддержке, кто является малобеспеченной семьей. Потому что это наша святая обязанность, и мы ее будем выполнять. Безусловным приоритетом в работе органов власти является также улучшение демографической ситуации. Я обращаю внимание должностных лиц на то, что повышение качества медицинской помощи и совершенствование системы социальной защиты населения, о которых так много говорится на различных официальных мероприятиях, не является самоцелью. Они инструмент, подчеркиваю, важный, но всего лишь инструмент, позволяющий повысить рождаемость, снизить смертность, увеличить среднюю продолжительность жизни. На сегодняшний день в Республике зарегистрирован устойчивый рост ожидаемой продолжительности жизни населения. Это самая главная характеристика медико-демографической ситуации. За последние три года среднестатистический житель Чувашии стал жить дольше на 2,3 года, при средней ожидаемой продолжительности жизни практически равной 71 году. Количество долгожителей в Республике с начала 2010 года увеличилось на 18,5%. На 25% увеличилось число многодетных семей. Сегодня каждая пятнадцатая семья воспитывает трех и более детей. И это становится социальной нормой в нашем обществе. Закономерным итогом нашей государственной политики в области демографии стал естественный природ населения, который регистрируется в Республике на протяжении трех последних лет. В прошлом году он составил 848 человек. В 2013-м, на память я скажу, 1027 человек. Положительных результатов нам удалось добиться благодаря внедрению современных медицинских технологий в сочетании с тотальной диспансеризацией, а также целенаправленной работе по поддержке семьи и детей. Важную роль сыграла и эффективная пропаганда здорового образа жизни и здорового питания. Разработан профиль здоровья Чувашской Республики, который определяет стратегию развития общества, направленную на улучшение качества жизни населения. Считаю, что в текущем году свой профиль здоровья должен быть у каждого муниципалитета Республики и даже у каждой семьи. Необходимо помнить, что по данным Всемирной Организации Здравоохранения состояние здоровья человека лишь на 10-15% зависит от уровня медицины. Остальное – это окружающая среда, здоровый образ жизни, правильное питание и душевное равновесие. Каждому человеку по силам отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, неправильного питания, начать заниматься физкультурой и спортом. Чтобы быть в хорошей физической форме, достаточно совершать ежедневные получасовые пешие прогулки. Для этого не нужно дорогостоящего инвентаря или экипировки. Родители должны собственным примером показывать, что физическая культура, здоровое питание – неотъемлемые составляющие современной жизни. Нужно с юных лет воспитывать в детях приверженность к традиционным семейным ценностям и здоровым образам жизни. Немаловажной социальной задачей является создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В Республике ведутся работы по адаптации больниц, учреждений культуры и спорта, организации торговли, потребностям инвалидов и других малобомильных групп населения. В Новочебоксарске работают специальные троллейбусы для людей, пользующихся инвалидными колясками, а в скором времени такой особый транспорт появится и на улицах столицы Республики. Мы должны сформировать в обществе толерантные отношения к проблемам и потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья, создать все условия для их активной и полноценной жизни. К сожалению, за истекший год не удалось добиться существенного снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий. На треть выросло количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Число погибших по вине пьяных водителей увеличилось в три раза. Злоупотребление алкоголем является не только причиной аварий на дорогах, но и основным негативным фактором, разлагающим личность, семью и, может быть, даже общество. В текущем году необходимо задействовать все инструменты профилактики пьянства, в том числе наглядную агитацию и средства массовой информации. Уважаемые коллеги, за последние 34 года произошли большие изменения в системе образования. В прошлом году расходы на эту сферу по сравнению с 2009 годом увеличились в 1,8 раза и составили почти 15 миллиардов рублей, или 31,2% от объема консолидированного бюджета. Еще три года назад казалось невозможным решить проблему с местами в детских садах, когда президент России поставил перед нами задачу и подписал соответствующие указы. А сегодня она снята с повестки дня. В прошлом году введено в эксплуатацию 15 новых детских садов. Около 3,5 тысяч ребятишек и их родители получили долгожданный подарок. Как и было обещано в Чебоксарах, новый современный детский сад на 300 мест с бассейном привлетен на премию, которую получила правительство Чувашии за эффективную работу. В текущем году откроем еще новые детские сады и тем самым завершим программу строительства дошкольных учреждений. Все дети Чувашии старше трех лет, а в половине муниципалитетов и дети с полутора лет получат возможность пойти в детский сад. Я знаю, что решение этой проблемы многие депутаты Единороссы включили в свои предвыборные программы. Поздравляю вас, уважаемые коллеги. Вам не стыдно смотреть в глаза избирателям. За последние годы нам удалось значительно исправить положение в сфере профессиональной ориентации выпускников школ. Еще недавно на рынке труда наблюдался переизбыток специалистов-гуманитариев при острейшем дефиците квалифицированных рабочих кадров. Сегодня благодаря целенаправленной работе и эффективному взаимодействию системы образования, бизнеса и родителей, дисбаланс между потребностями работодателя и профессиональным выбором выпускников нашей школ практически ликвидирован. Коэффициент напряженности по рабочим профессиям снизился в 10 раз. В соответствии с потребностями экономики, последние два года Чуваший акцент сделан на развитии математического образования. Треть школы республики создала у себя инженерные классы по роботехнике, авиа и судомолидированию. Налажено эффективное взаимодействие техникумов и колледжей социальными партнерами при подготовке кадров. Учитывается требование работодателей, профессиональное умение и навыка выпускников. Очень важно, что работодатели сами вовлечены в процесс подготовки кадров. Последние три года они направили 85 миллионов рублей на создание многофункциональных центров прикладных квалификаций, организацию производственной практики студентов, внутрифирменное обучение персонала предприятий, организацию стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения. В текущем году они планируют выделить на эти цели не менее 90 миллионов рублей. Среди самых активных партнеров техникумов и колледжей отмечу научно-производственный комплекс «Элара», Чебоксарский электропаратный завод, строительную организацию «ТУС», концерн «Технониколь» и акционерную компанию «Транснефт». Выражаю благодарность руководителям этих организаций, ведущих социально-ориентированный бизнес, и призываю все предприятия и организации республики активно включиться в процесс, сотрудничество с образовательными организациями для подготовки квалифицированных рабочих и специалистов. Сегодня компании-лидеры уделяют кадровым вопросам самое пристальное внимание. Если наши работодатели упустят это из виду, то в будущем столкнутся с очень серьезными проблемами. Напомню классический лозунг «Кадры решают все». Конечно же, хочется отметить успехи школьников республики, которых они добились в прошлом году. Более чем полтора раза по сравнению с 2003 годом в республике увеличилось число победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. В число 500 лучших школ России 2014 года вошли 6 городских школ. Я их перечислю. Чебоксарский лицей номер 3 и 4, гимназий номер 1, 4 и 5, Новочебоксарская гимназия 6, еще 5 школ. Аликовская школа имени Ивана Яковлева, Ибрехинская школа номер 1, Баттерская школа номер 1, Урмарская школа имени Германа Егорова и Вурнарская школа номер 2. Вошли в список 200 лучших сельских школ России. Выражаю глубокую признательность учителям, руководству школ, родителям, самим ребятам за большой творческий труд, энтузиазм, инициативу, трудолюбие и целеустремленность. Молодцы! Чувашия рада за вас и гордится вами так держать. В этом году мы продолжим совершенствовать систему выявления и поддержки талантливой молодежи, оказывать всяческое содействие в участии инициативных молодых людей в окружных и международных форумах, развивать проектную культуру молодежи. Правительству Чувашии и органы местного самоуправления необходимо оказывать всемирную поддержку молодежным инициативам. Талантливые юноши и девушки должны иметь возможность реализовать свой потенциал в своей республике, в любимой России, почувствовать сопричастность всему, что происходит на родине. У ребят, достойно представляющих Чувашию, на различных мероприятиях формируется патриотизм, гордость и личная ответственность за судьбу родного края. Это очень важно, потому что родители и в целом общество, помимо уровня образования учащихся, серьезно волнует вопрос воспитания подрастающего поколения. Именно поэтому мы уделяем большое внимание пропаганде семейных и общечеловеческих ценностей, в формировании в молодежной среде моды на здоровый и спортивный образ жизни. Особое место в системе военно-патриотического воспитания молодежи занимает кадетское движение. Участие в нем помогает нашим мальчишкам и девчонкам воспитать в себе силу воли, дисциплинированность, высокую ответственность, чувство локтя, готовность к самопожертвованию. Выпускники кадетских классов – это уже сформировавшиеся личности, готовые реализовать свой потенциал, добиться в жизни успеха и принести пользу государству и обществу. В настоящее время в Республике действует 64 кадетских класса и 3 кадетские школы. В них обучается более 3,5 тысячи детей. Утверждена Дорожная карта развития кадетского образования в Республике на 2014-2017 годы. Одним из главных событий в жизни наших кадетов станет введение в эксплуатацию нового здания Республиканской кадетской школы. Будет также продолжена работа по дальнейшему развитию муниципальных кадетских школ и кадетских классов в общепрозавательных организациях Республики. Проект кадетства является одним из девяти общественно значимых проектов, которые реализуются по инициативе полномочного представителя президента России Приворском федеральном округе Михаила Бабича. Десятым станет проект «Победа», приуроченный к 70-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне. В его рамках пройдут конкурсы на лучший школьный музей, на лучший оригинальный музей, на лучшие журналистские работы, посвященные Великой Отечественной войне. Особенно приятно, что о начале реализации проекта «Победа» Михаил Бабич объявил на Чувашской земле в городе Чебоксаре после заседания Общественного совета Приворского федерального округа по развитию институтов гражданского общества. В этом году Россия отметит 70-летие Великой Победы. В нашей республике, начиная с 2010 года, в рамках реализации указа президента России, более 5,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получили комфортные квартиры. Поставлена задача обеспечить жильем всех ветеранов войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сегодня таких осталось 277 человек. Все участники Великой Отечественной войны, труженики, тыла, вдовы, солдат-победители должны быть окружены чутким вниманием и неустанной заботой государства и общества. Одними из таких знаков внимания станут юбилейные медали, учрежденные в честь 70-летия Великой Победы, которые Чувашии будут вручены от имени президента Российской Федерации 24,5 тысячам ветеранов. В последнее время не только за границей, но и в нашей стране раздаются призывы пересмотреть итоги Великой Отечественной войны. Извращаются факты, чтобы всячески умолить и даже обесценить значение победы нашего народа в самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества. Горки видят происходящее на Украине и других бывших отдельных республиках Советского Союза, где сегодня оскверняются памятники воинской славы. В нашей республике насчитывается 1026 памятных мест и сооружений, посвященных Великой Отечественной войне. В том числе более 500 мемориальных объектов, обелисков, мемориалов, памятников, стел, памятных знаков. Часть из них на сегодняшний день требует ремонта. Я уверен, что органы власти и все жители Чувашии примут самое активное участие в восстановлении памятников павшим героям, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость нашей великой страны. Необходимо постоянно обращаться к теме войны, рассказывать правду о героических и трагических страницах истории российского государства, о подвигах, совершенных нашими людьми, ибо воспитание молодежи патриотизма и гражданственности должно основываться на знаниях исторических событий, на примерах огромной духовной силы, беззаветной отваги и героизма российского народа. Мы в вечном долгу перед героями, подарившими нам мир и свободу, ценную своей жизни. Их имена навсегда останутся в сердцах благодарных потомков, уважая депутаты и приглашенные гости. Как я уже сказал, Пятый международный спортивный форум «Россия. Спортивная держава» стал яркой страницей в жизни республики и золотыми буквами вписан в ее историю. К нам приехали представители 20 стран мира, 81 субъекта Российской Федерации, 50 олимпийских чемпионов. Впервые в рамках форума состоялось заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. На этом заседании было принято решение о дополнительном выделении 3,5 миллиардов рублей на развитие массового спорта в России. Я благодарю всех жителей Чебуксара, всех жителей Новочебуксарска, участвовавших в подготовке и проведении Пятого международного спортивного форума «Россия. Спортивная держава». Я благодарю всех поклонников здорового образа жизни. Вы зажигаете своих друзей, коллег, вовлекаете их в занятия физкультурой. И это здорово, потому что там, где спорт, больше веселья, задора и улыбок на лицах. Низкий вам за это поклон. Конечно, всем нам очень приятно, что национальный лидер российского народа высоко оценил главный результат нашего совместного труда – улучшение демографической ситуации. Владимир Владимирович Путин убедительно аргументировал свою оценку, перечислив целый комплекс мер, которые привели к нужному результату. Это развитие высокотехнологичной медицины, строительство новых перинатальных центров, материнский капитал, стимулирование рождения третьего ребенка, укрепление семейных ценностей и улучшение социального самочувствия людей. 20 лет в республике был демографический спад. 20 лет. И за последние три года подъем, причем стабильный и устойчивый. Эти добрые слова лидера российского государства о жителях Чувашии прозвучали не просто как похвала. Они стали для всех нас главным ориентиром в дальнейшей нашей работе. Говоря об улучшении демографической ситуации, президент Российской Федерации также отметил, что не последнюю роль в этом играет внимание к спорту и физической культуре. Была подчеркнута необходимость развития массового спорта, обеспечения его доступности для людей разного возраста и разного состояния здоровья. Этой работой мы занимаемся уже не первый год. Создана мощная современная инфраструктура. Ряд спортивных объектов введен в эксплуатацию в рамках реализации социального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия». Для жителей и гостей Чувашии строятся новые дворцы спорта, которые скоро будут введены в эксплуатацию. С прошлого года ежемесячно в республике проводится День здоровья и спорта, в ходе которого все желающие имеют возможность посетить спортивные объекты на безвозмездной основе. Сегодня более 37% населения Чувашии систематически занимается физической культурой и спортом. На всю страну теперь известен наш проект «Зарядка со звездой», ставший одним из любимых массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий всех жителей республики. Именно на Чувашской земле в рамках пятого международного спортивного форума России «Спортивная держава» был проведен единый день приема нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», который правительство России планирует внедрить с 2015 года. Благодаря ГТО в нашей стране выросло не одно поколение достойных, успешных, активных и здоровых людей. Именно на Чувашской земле впервые в России стартовал Всемирный день ходьбы, в котором ежегодно принимают участие жители 150 стран мира. Это событие транслировалось в прямом эфире. Чебоксары и чебоксарцев увидели миллионы зрителей всех спортивных телеканалов мира. По оценке Федерального министерства спорта, в прошлом году форум «Россия – спортивная держава» стал вторым по значению спортивным праздником в стране после Олимпиады в Сочи. В этом году внимание телезрителей мировых спортивных каналов вновь будет приковано к столице нашей республики. В июне текущего года в Чебоксарах состоится пятый командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Соревнования такого рода пройдут в России впервые. Нам всем будет очень интересно провести и другие крупные международные состязания. Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, который пройдет в Чебоксарах в 2016-18 годах. Хочу особо подчеркнуть, что и в этом случае Международная ассоциация легкоатлетических федераций опять впервые приняла решение провести престижные соревнования легкоатлетов два раза подряд в одной стране, в одном городе. Вы знаете, что город Чебоксары участвовал на конкурсе, это просто так за хорошие глаза, никто никакие решения не принимает. В этих победах на международном уровне ярко проявились силы духа чувашского народа, силы единства, дружбы и взаимовыроски всех жителей республики. Проведение в Чебоксарах престижных соревнований станет дополнительным импульсом для развития туризма, который является одной из важнейших сфер современной экономики. Для инициативных предпринимателей открываются новые горизонты, появляются новые возможности для реализации интересных идей и проектов. Необходимо создать для туристов новые маршруты, они должны быть зрелищными и одновременно подчеркивать этнографическую и культурную самобутность народов, проживающих в нашей республике. Природа Чувашии обладает неповторимой красотой. Наша благодатная земля богата лечебными источниками. Заповедные леса обладают могучей целебной силой. У нас есть все условия для создания обширной рекреационной зоны и развития лечебного туризма. Хорошие перспективы и у промышленного туризма с открытием на предприятиях зон для посвящения туристическими группами или туристами. Уважаемые депутаты и жители Чувашии, прошлый год Чувашии, как и во всей России, проходил под знаком возврата к национальному культурному наследию. Народ Чувашии обладает богатой культурой, бережно хранит и передает из поколения поколения многовековые традиции предков, их исторически сложившийся жизненный уклад. Многообразие и взаимопроникновение разных культур способствует укреплению межнациональных отношений, сохранению мира и стабильности. В нашей республике в мире и согласии проживают представители 128 национальностей и 8 этнических групп. Я выражаю благодарность представителям духовенства и национальных диаспор, которые проводят большую работу по поддержанию атмосферы взаимоуважения и равноправного диалога между людьми разных национальностей и вероисповеданиями. Так было и так будет, ибо культура определяет духовную сущность любого народа. Его самобытность и уникальность являются сферой проявления душевных сил и творческих способностей. При низком уровне общей культуры обречены на провал самые смелые экономические замыслы. В прошлом году из канцеллированного бюджета на сферу культуры было направлено полтора миллиарда рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Реализуется масштабная программа капитального ремонта и модернизации сельских домов культуры. Если в 2008 году в нее были включены 17 сельских домов культуры, то сегодня их уже 186. Сегодня в республике действует свыше 4000 коллективов самодеятельного художественного творчества, которых занимается более 55 тысяч человек. За последние пять лет в клубах появилось 377 новых кружков. Теперь их насчитывается свыше 6000. Количество участников превысило 84 тысяч человек. Доля детей, обучающихся в музыкальных школах и детских школах искусств, в республике выше, чем в среднем по Российской Федерации. И эта динамика практически у нас сохраняется. Эта динамика должна сохраниться, так как дополнительное образование сферы культуры имеет большое значение для эстетического воспитания детей. Пробуждение в них чувства прекрасного. В соответствии с указом президента Российской Федерации, текущий год объявлен годом литературы. Чуваший этот год объявлен годом Константина Васильевича Иванова. Основоположника современной чувашской литературы, автора бессмертной поэмы «Нарспе». Его произведения проникнуты любовью к человеку, к родной земле, к древним традициям и жизненному укладу чувашского народа, его уникальной культуре. Мы обязаны сохранить эти неприходящие ценности для будущих поколений, чтобы наши потомки выросли достойными гражданами, настоящими патриотами, гордились своим отечеством, храбро защищали свою свободу и независимость, как это делали наши предки. Продолжение следует... 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 для каждой семьи Чувашии и для каждого ее жителя. Слава народу Чувашии! Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.